Расскажу вам про содержание курса «Дизайнерский ремонт. Авторский и технический надзор». Здесь собраны знания, которые эквивалентны 10 годам дизайнерской практики на ремонтных объектах. Эти знания были получены в ходе реализации дизайн-проекта контроля ремонтно-отделочных работ на десятках объектов. Что они включают? Это практические дизайнерские приемы в ремонте, свойства декоративных и строительных материалов. Технологии ремонтно-отделочных работ. Я расскажу вам, как избежать ошибок в ходе ремонтных работ, как правильно ставить задачи мастерам и контролировать их выполнение, как выбирать лучших мастеров и как организовать работу на объекте. По окончании курса студенты научатся общаться со строителями на их языке, в их терминах. Вы станете авторитетом в глазах мастеров, сможете уверенно контролировать ход ремонтно-отделочных работ. Зная технологии ремонта, вы выберете лучший способ реализации своих идей в интерьере. Вы экономите деньги во время ремонтных работ за счет четкого соблюдения технологии, за счет правильного планирования последовательности ремонтных работ. Дизайнер интерьера получает дополнительную пользу. Он берет на себя ответственность за реализацию проекта, в результате его доход вырастает значительно, потому что заказчик готов платить достойный гонорар за эту работу, снимая с себя все эти ремонтные хлопоты. Проект реализуется на 100%, заказчик остается доволен. Он поручает дизайнеру свои последующие объекты и приводит к нему своих друзей. Растет репутация и ширится сарафанка. Программа обучения включает 9 модулей. Они закрывают все вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации ремонтно-отделочных работ от чернового этапа до финишного. Первый модуль бригада – подбор, организация, постановка, задачи, контроль. Второй – перепланировка и узаконение. Как правильно замерять помещение с учетом этих нюансов. Следующий – последовательность ремонтных работ. Как избежать переделок и сэкономить деньги. Дело в том, что никто, кроме общего руководителя ремонтных работ, не сможет правильно составить всю последовательность, потому что никто не видит картины в целом. Из-за этого часто происходят ошибки и требуются переделки. Это все приводит к потере денег и времени. Возведение и выравнивание стен. Мы подробно проговорим, из чего можно возводить перегородки и каким способом их выравнивают. Электрика в дизайнерском ремонте. Этот модуль включает полный спектр вопросов по дизайну, а также вопросы электробезопасности и защиты от различных ЧП. Работа с гипсокартоном. Большинство рабочих совершают ошибки, потому что не знают правильную технологию работы с гипсокартоном. Мы подробно разбираем все возможные ошибки для того, чтобы избежать их в ходе ремонта. Особенности работы в мокрых и холодных зонах. В этот блок включены работы с плиткой, мозаикой, как делать раскладку, как правильно выкладывать. Тут же мы затрагиваем вопросы водоснабжения. Каких ошибок нужно избегать в ходе монтажа системы водоснабжения и канализации. Работы с полом и потолком. Подробно рассматриваем технологии выравнивания, таким образом, что вы сможете самостоятельно выбирать, каким именно способом вам нужно выравнивать пол или потолок. Исходя из ваших предпочтений, бюджета, исходя из вашего проекта. Свойства финишных декоративных покрытий. Мы подробно рассматриваем все виды напольных покрытий, в том числе самые современные. Отдельно останавливаемся на паркетном покрытии. Рассматриваем покрытие стен, а именно краска, декоративная штукатурка, обои. Поговорим про плинтуса, какие есть нюансы и каких ошибок нужно избегать. И также я вам расскажу про двери. Обучение дизайнеров интерьера включает специальные модули, для того, чтобы даже вчерашний выпускник школы дизайна смог получать заказы и зарабатывать хорошие деньги. Первый блок называется непрерывный поток клиентов. Он помогает дизайнеру получить знания для того, чтобы получать заявки с первого дня работы. Второй блок называется как заключить договор с первой встречи. Он помогает грамотно обрабатывать заявки и заключать договоры со всеми клиентами, которые обращаются к дизайнеру. Третий блок – юридическая защита интересов дизайнера. Он включает описание ловушек, которые таит в себе закон о защите прав потребителей, как защитить свои права на проект и как сделать правильный договор. Содержание модулей. Каждый модуль включает в себя от 1 до 4 видеоуроков. Обязательно включает чек-листы, чтобы вовремя предупредить ошибки в ходе ремонта. В каждом модуле рассматриваются свойства материалов, их плюсы и минусы. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и экологичности. Кроме того, здесь есть домашнее задание. Вы отправляете домашнее задание и получаете обратную связь. Все студенты подключаются к горячей линии поддержки через WhatsApp и получают ответы на свои вопросы по ремонту или дизайну. Если у вас остались вопросы, пишите их на WhatsApp. Номер 906-37-33-831. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!